Добрый вечер, уважаемые телезрители! Это будет проблема с бродячими собаками, которая сегодня достаточно часто выплывает и вследствие информации. Наверное, каждый из вас где-то сталкивается с этими стаями бродячих собак. Что же делать с этой проблемой? Как быть? Мы сегодня пригласили в нашу студию Макартычана. Добрый вечер! И вам адресуем сегодня вопросы, связанные с собаками. Маленькая предыстория. Год назад приблизительно в нашей студии был Василий Гошовский, который рассказывал о том, что есть дорожная карта европейского характера, которая приводит к уменьшению численности собак. Но, к сожалению, сегодня на улицах мы этого не видим. Что у нас сейчас с этим вопросом и как этот вопрос вообще планируется решать? Или решается ли он сейчас? Насколько эффективно? Добрый вечер, уважаемые горожане! Действительно, вопрос бездомных собак это очень чувствительный и острый вопрос. В моем графике, в моих приоритетах лично это один из первых вопросов, которые необходимо найти решение. Но тут у нас не будет простых решений. Тут, в первую очередь, это вопрос ответственности. Это ответственность каждого из нас, каждого гражданина и власти в целом. Виноваты в проблеме бездомных собаках сами люди. А власть обязана решить вопрос так, чтобы наши люди безопасно себя чувствовали на улицах. На самом деле, если посмотреть статистику, то несчастные случаи бывают. И если статистика, которую мы получаем от больницы скорой помощи показывает, что даже при домашних условиях любимцы, бывают инциденты, когда нападают или какие-то наносят укусы. Но от этого никто не застрахован. Их нельзя будет полностью свести к нулю. Но мы должны все делать для того, чтобы минимизировать. Но это чувство безопасности. И наши люди должны чувствовать себя безопасно. И все деньги, которые в бюджете предусмотрены для решения этой проблемы, это все мероприятия должны быть направлены на решение вопросов безопасности. На сегодня у нас действует городская программа, которая заканчивается в конце 2017 года. Суть этой программы – это отлов, стерилизация и выпуск этих животных. Сегодня проходит по такому пути. У нас есть определенные законодательные ограничения, которые связаны с моралью, с этикой и так далее и тому подобное. Поэтому вот сейчас как раз у нас идет дискуссия о том, как быть дальше. Вот заканчивается эта программа и что мы будем делать. Мы будем поступать так же, как решали эти вопросы. Или мы каким-то образом будем модифицировать существующие программы или в корне другую программу. Сейчас идет дискуссия. Мы будем активизировать обсуждение в обществе этого вопроса. Сейчас у нас уже несколько вариантов рассматриваются. Это очень чувствительный вопрос, поэтому мы должны всесторонне услышать все мнения. И потом мы как власть посмотрим, как на что и как радикально мы можем делать так, чтобы наши люди почувствовали безопасность. И чтобы мы при этом оставались гуманными. И чтобы вот эти два чувства нас не покидали. Хорошо. Я приглашаю наших зрителей присоединиться к обсуждению этого вопроса. Телефон вы видите на своих экранах. Звоните, мы в прямом эфире. Вы сказали, что виноваты люди. А в чем, вот хорошо, какая бы инструкция для простого гражданина, горожанина о том, что делать, чтобы не было этих собак, не увеличилось их поголовье и так далее. Во-первых, ответственность начинается с момента, когда вы решили завести домашнего питомца. Если вы уже пошли на этот шаг, вы должны понимать, что это у вас до конца. Вы не можете, вы не имеете права отказаться от этой ответственности. Вы не можете просто открыть дверь и животное оставить за дверью. Или вывести его куда-то в лес, там оставить. Все равно они, ну, так мы воспитали, одомашнили этих животных, что они вот без человека не могут жить. Поэтому вот эти животные склонны все время совмещать свою жизнедеятельность с жизнедеятельностью нашей. И мы все время пересекаемся. Хорошо, давайте мы продолжим ответ на этот вопрос после звонка нашего зрителя. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня вопрос к присутствующему заместителю головы городского. Вот насчет собак этих бродячих. У нас сколько открылся вот эти шаурма, вот это вот. Вот у нас именно район лески, вот это, парк вот этот, Макарова имени. Там рыба, вот эти креветки, и там же вокруг много этих собак. Или это так полагается по санитарным нормам. Или разберитесь эту рыбу, вот эту вонючую креветку, поубирайте, чтобы их не было. Меньше будет собак. Спасибо, что вы меня выслушали. Спасибо вам за вопрос. Вот как раз продолжение нашего обсуждения на тему, как люди либо стимулируют, либо не стимулируют наличие этих собак. Вот это в продолжении нашей ответственности, то, что мы говорили. Если мы создаем кормовую базу, это естественным способом стимулирует численность собак. Это природное явление. Как только кормовая база увеличивается, любая популяция увеличивается. И наоборот, когда кормовая база минимальная, то и численность автоматически регулируется таким образом, что собак или других животных становится меньше. Поэтому мы в ближайшее время планируем такие мероприятия, которые не связаны непосредственно с работами. Это более, скажем так, призыв к обществу разных слоев. То есть социальная работа такая, да? Вы видели территорию наших гаражных кооперативов. На каждой территории там есть свои собаки. Они вроде не трогают никого, они определенным образом проводят охрану. Но мы их всех соберем и обяжем или попросим, будем давать рекомендации, чтобы их животные были стерилизованы, чтобы они неконтролированно не размножались. То есть если они хотят, чтобы у них на территории находилось 10 особей, то они могут их кормить, они могут ухаживать, они могут нести за это ответственность. То стерилизация поможет, чтобы, во-первых, не разрушить те отношения, которые устоялись, да? Если вот люди привыкли в таком симбиозе, если это полезно, и они никому не наносят вреда, но с другой стороны они должны обеспечить, чтобы они бесконтрольно не размножались и не распространялись. Потому что в любом случае они не будут у себя держать этих собак больше, чем они там находятся. Все эти шинки или раздаются, или их подбрасываются, или они куда-то убегают. Убегают. Давайте примем еще один звоночек. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Тряская линия космонавтов. У нас во дворах гоняются здоровые собаки, которые и на детской площадке, извините, пищи и тыкакают, и около детей крутятся. И никто, хотя они, типа, стерилизованные, но если стерилизована собака, она же тоже где-то кушает, что-то, где-то оправляется. И все это на детских площадках. Тут гуляют маленькие дети, и гуляют и другие дети, и побольше дети. И собаки за ними бегают. Даже мою внучку искусала собака. Так что нам делать? Стерилизованные собаки, и все равно они бегают. Ночами гавкают, по утрам гавкают. Никто за ними не обращает внимания. Летит такая здоровая собака, юстая собак, на ребенка. Можно и перепугаться, и взрослому перепугаться. Никто на это не обращает внимания. Зато идут бешено деньги на содержание каких-то стерилизованных собак. Кто их содержит? Их простерилизовали и снова выпустили. Спасибо. Ну, в общем, собственно, вернемся из теории в практике. На самом деле, стерилизация ни в коем случае не является самоцелью. Цель стерилизации – ограничение количества животных, которые находятся. И это вопрос нашего общественного договора. Насколько мы терпимы к существованию среди нас собак. Если у нас там нулевая толерантность, то это означает, что если наше общество идет к этому, то мы полностью должны делать необходимые мероприятия, чтобы их не было. Мы дойдем до нулевой отметки. Но, к сожалению, это недостигаемая цель не только технических и финансовых соображений, а практика показывает, что как только мы искусственно начинаем уменьшать количество популяцию, и самки начинают больше рожать в одном приплоде вместо трех-четырех собак, может, семь-восемь. И таким образом, чем больше воздействуют, тем больше они начинают реагировать. Плюс вся эта городская система, экосистема, фауна – это взаимосвязанные вещи. Если собак становится меньше, то другие животные, тоже городские, начинают увеличиваться в количестве. Ну, это коты бездомные, в данном случае, имеется в виду. Имеется в виду крысы. И крысы, да. Исследование показывает, что 30% кормовой базы для бродящих собак – это являются другие животные, в том числе и крысы. Если у нас резко уменьшится количество собак, кажется, что нам необходимо бороться уже с крысами. И все это так взаимосвязано, но все это надо запланировать и делать. На самом деле, как мы говорили, стерилизация – это ограничение количества. Практика показывает, что в городских условиях после стерилизации собаки живут 4-5, ну, 7 лет максимум. И когда мы доходим до определенного уровня стерилизованных собак, естественным путем собак становится меньше. То есть это такой долгосрочный проект минимум на 5 лет, я правильно понимаю? Если речь идет о так называемой системе ОСВ, когда вы отлавливаете, стерилизируете и отпускаете обратно. Это процедура, которая предусмотрена законодательством. Но законодательством предусмотрены и другие процедуры, которые могут быть применены, если будет поддержка всеми слоями. Давайте мы об этих процедурах продолжим после того, как послушаем нашего зрителя. Добрый вечер, мы в эфире, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, как можно быть терпимым к собакам, если они кусаются? Кукурсам можно быть терпимым? Спасибо. Ну, в общем, собственно говоря, это то в продолжение. Как раз. У нас, знаете, у нас город и то город, что это большое сообщество. И могут быть разные мнения. Есть люди, которые терпят нахождение в своей постели собаки. А есть человек, который не желает, чтобы даже ближе 10 метров к ним собака подошла. Смотрите, на сегодняшний момент количество, ну, по крайней мере, жалоб на укусы, на нападение этих бродячих собак, как мне кажется, достигло определенного пика. Как разобраться, что это уже стало там бедствием? Или, то есть, когда уже нужны иные механизмы, кроме стерилизации? Смотрите, вот все у нас, ну, вы, если следили за развитием этой проблемы, оказалось, что вот раньше законодательное законодательство нам позволяло более простые методы регулирования применять. Ну, это непосредственно можно было усыплять собаку на месте, да, там стреляли и так далее, и тому подобное. Потом резко у нас поменялось законодательство, которое запрещает такие вещи делать. Мы заявили, что мы гуманное сообщество, да, и на самом деле эта гуманность дорого стоит. И поэтому мы, если должны делать выбор между финансовыми возможностями и возможностями нашего общества, быть гуманным. И оказалось, что мы не совсем были готовы к таким резким изменениям. Потом мы думали, ну, те, кто разработали эту программу, что ОСВ даст тот результат, который запланирован, но оказывается, что помимо того, что вот есть действующая популяция собак, которые находятся еще в ближайших населенных пунктах, эти собаки тоже присоединяются к этим стаям. Поэтому вот этот процесс все время не прекращающий процесс роста этой популяции. Поэтому сейчас вот мы думаем, какие, как комбинировать все существующие механизмы с целью ограничения количества собак. Давайте послушаем следующий звоночек. Добрый вечер в эфире, слушаем вас. Добрый день. Я являюсь от эконом двоих внуков и живу на даче садового товарища Сокол Михайловарина. У нас живет женщина, которая держит собак. Сейчас она держит кавказского молодого собаку. Травит их людей. Да это она держала. Добермана. Натравливала на людей. В общем, короче говоря, она сидела, сидела срок 3 года. А получила 2 года, 5 лет. 2 года не досидела. Сейчас пришла, завела этого собаку, натравливает на это. Раньше мы обращались, сейчас Витовский район, никаких нет. Все создало этого решения. Сейчас опять то же самое. Натравливает на людей, вводит буквально на поводочечки, как шнурок. Какие-то меры принимаются. Почему? Ничего, нигде, ничего. За собаку ты уничтожишь, 7 лет получишь. Собаки травятся, ничего. Какие меры? Что нужно? Как нам надо бороться? Спасибо. Вот конкретный вопрос. На самом деле, существует административная и уголовная ответственность за хозяев собак, относительно их травм и так далее, которые они наносят. Есть правила содержания домашних животных. Есть запрещенные породы, которые нельзя без наморников и без поводков с ними гулять по улице. Что конкретно людям? Куда им обратиться, чтобы как-то воздействовать на такую соседку? У нас органы полиции имеют право составлять административные протоколы. Они могут оштрафовать. Но если это уже можно квалифицировать как уголовное дело, в том числе могут открыть уголовные дела по попытке нанесения ущерба здоровью человека. Есть процедуры, если тот, кто содержит животное, нарушает правила их содержания, может в судебном порядке изыматься животное и помещаться в приют. Такие процедуры тоже есть. Они трудно исполняемы в контексте законодательства и юридических механизмов. Но мы должны как раз в рамках пересмотра программ одновременно рассмотреть вопрос изменения правил, которые регулируют проживание собак, поведение людей, которые их содержат. И в том числе мы посмотрим, как можно вмонтировать соответствующие механизмы, чтобы в таких случаях можно было, чтобы люди знали, кто может изымать. Чтобы не только полицию, да? Допустим, полиция может оформить все документы, но если это животное будет изымать некуда, то будет проблема. Поэтому для того, я думаю, что если конкретные единичные случаи мы в ручном режиме можем решить, чтобы в нашем городском периоде они находились, потом их перераспределят или они там останутся. Но когда будем модифицировать правила, обязательно мы посмотрим, чтобы более удобные механизмы были предусмотрены. Спасибо. Следующий звоночек наш. Добрый вечер. В эфире слушаем вас. Я хочу дополнить, это я вас слушала, задала вам такое. Дело в том, что эта женщина взяла с приюта пять лет тому назад собаку Ротвеллера, и который, сын ее уехал в Россию, ее посадили, они замордовали. Собака буквально на веревке, соседи уже забрали, она сдохла. Взята была собака с приюта. Потом еще уже пришла, она сидела, пришла. И опять то же самое, что нам с ней сделать? Я вас, правильно видите, я вас послушала, но я не вижу конкретно, как нам с этим человеком бороться. Спасибо. Ну, в самом деле, сегодня только, к сожалению, городская власть вам тут ничем не поможет. Только через полицию, только через оформление административных протоколов. А если это издевательство над животными, и это будет запротоколировано, сегодня это восемь лет лишения свободы. В любом случае, мы, как городская власть, никогда не уходим от ответственности. Даже если это не наши полномочия, мы все равно обеспечиваем модерацию, предоставим юридическую помощь, как людям обращаться, какие формы заявлений и так далее. Если возможно передать адрес, мы передадим нашему департаменту и Центру защиты животных. Может быть, мы попробуем разобраться в ситуации, если будет в этом крайняя необходимость, подать вместе с гражданкой в суд об изъятии этого животного. То есть, куда сейчас ей нужно будет обратиться? Вы дадите, если есть возможность, адрес контакта, мы поручим. Я попрошу тогда нашу зрительницу, еще раз наберите нас, режиссер запишет ваши контактные данные, после программы я их передам нашему гостю, с вами свяжутся, и будет, ну, как-то это будет в дальнейшем развиваться. Там говорили, что дачи надо посмотреть, это административная территория города или дальше, но в любом случае мы это не оставим без внимания, ну, подскажем, если даже не наши полномочия, мы подскажем, каким образом и куда обращаться правильно. Хорошо. Вы, среди прочего, сказали о том, что существуют иные методы борьбы с популяцией бездомных животных, ну, в частности, собак, предусмотренным законодательством. Какие-то меры, то есть, с чипованием понятно, чипование и стерилизация понятно. Какие еще меры закон разрешает, то есть, в каких полномочиях может действовать городская власть сегодня? Есть еще безвозвратный отлов, когда собака отлавливается и оставляется вот в приюте. Но для этого мы понимаем, что это дорогостоящая процедура, и как долго и какое количество собак наши финансовые возможности могут позволить, чтобы мы содержали. Это уже вопрос общей дискуссии, какую часть бюджета мы можем на эти цели предоставить. 14 числа в городе Харьков будет общеукраинский съезд по вопросу обращения с бездомными собаками и вопросам регулирования их количества. Я лично буду участвовать в этом форуме. Мы со всех сторон посмотрим на этот вопрос, посмотрим на успешные практики, ведь проблема с бродячими собаками – это не локальная проблема города Николаев. Такой проблемой сегодня страдают практически все наши города, от малого до великого. Там мало городов, где нет этой проблемы, и когда эта проблема несущественна, кардинальная часть решалась не при действующем законодательстве. Кардинальные меры были приняты, когда было другое законодательное поле. Поэтому сейчас нам все вместе, всей страной надо выйти из ситуации, как при новых обстоятельствах, при новых законодательных ограничениях использовать доступные механизмы, чтобы наши люди чувствовали безопасность, когда они находятся на улицах. Что ж, и напоследок, среди прочего, сегодня прозвучало наш центр защитных животных. Какие его сегодня мощности, на сколько животных он рассчитан на так называемом безвозвратном, если безвозвратно их забирать с улиц? Ну, мы в наш центр можем разместить около 400-500 собак, не больше. То есть, а у нас приблизительное число, если я не ошибаюсь, было озвучено порядка 6 тысяч. Не меньше 7. Не меньше 7 тысяч. То есть, мы в теории даже этого сделать не можем сегодня, забрав всех улиц. Мощности не хватит, ну, одного центра защиты животных. Может быть, сейчас у нас дискуссия идет, как мы можем частные приюты тоже приобщить к этой процедуре. Потому что мы определенный пик должны пройти, после чего, возможно, уже существующей мощности нам должны хватать. То есть, это должен быть какой-то временный проект, я так понимаю, на несколько лет, который позволит забрать собак с улиц, пока они, естественным образом, не отомрут. А центр сам будет заниматься уже поддержанием нормального количества. Кстати, содержание не только отомрут. Но вы знаете, что есть успешные практики. В этом году наш центр защиты животных обустроили 200 особей. Они нашли хозяевов, и эти собаки живут уже не на улицах, а есть соответственные люди, которые им занимаются и которые несут ответственность за них. Поэтому задача этих приютов, если у нас ограниченное время, если мы за неделю, за две не можем найти подходящих людей, которым нужна именно вот эта собака, то дождаться там три месяца, полгода, это стоит очень дорого. Но если мы в том числе подключим частные приюты, защитные организации, которые предоставят свои мощности, свои, ну, не совсем, допустим, если это частная общественная организация, они могут и не совсем оборудованная для этого пространства. Ну, то есть, если использовать стороннюю помощь, то это значительно увеличит количество тех животных, которые мы можем сегодня устроить. Ну, что ж, спасибо вам большое за то, что пришли к нам. Спасибо нашим зрителям за то, что были с нами. И, ну, мы надеемся все с вами о том, что эта проблема будет решена в кратчайшие сроки, что эти случаи нападения собак прекратятся. Спасибо всем, кто были с нами. Я прощаюсь с вами до следующей среды. Телеканал Николаев с нами всегда интересно. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok